Дудики! 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 Пожалуй, до этого в Ставропольском аэропорту так встречали только звезд спорта, но теперь у края новые герои, команда КВН Михаил Дудиков. Да, они уже успели засветиться на Первом канале, дважды были на Международном сочинском фестивале команд КВН, весь прошлый сезон отыграли в премьер-лиге, но высшая лига – это другое дело и другая ответственность. Абсолютно по-другому на самом деле, гораздо сложнее готовиться к трем конкурсам, нежели, как мы до этого играли, только два максимум, и чуть-чуть недооцениваешь, возможно, поначалу конкурс «Биатлон», что меньше на него сил тратишь, оказывается, он тоже важен довольно, но благо с ним получилось все равно. Ну а как это, когда слева от вас не младший Масляков, а старший? Ну там, в принципе, у лиги другой уровень, потому что и не только слева, там и в зале другие люди сидят, и в жюри сидят люди посерьезнее, поэтому нужно и ответственнее готовиться. Конечно, состав вышки обновился. Из 20 команд, выступающих в этом сезоне, 12, в том числе Михаил Дудиков, дебютанты. Восьмерых старичков разделили на 4 игры. Нашим достались сборная Забайкальского края и сборная Великобритании. Плюс город Снов из Элисты и такая история из Орла. Все карты раскрывать не станем, подробности увидите в эфире, но Туза из этой колоды вы уже знаете. Ставропольцы заняли в игре первое место. Это полуобморочное состояние было, но вы представляете, что это такое. Наша задача была пройти сверхзадачу, выиграть. То есть, ну, никто не рассчитывал, что сверхзадачу получится выполнить. Верили где-то здесь, но не знали, что получится все. Второе место заняли четинцы, третий – наши друзья, город Снов из Калмыкии. И получается, что две из трех команд, новоиспеченных четвертьфиналистов высшей лиги – выпускники лиги КВН «Кавказ». А еще обязательно стоит отметить финансовую поддержку дудиков Северокавказским федеральным университетом и губернатором Ставропольского края. Пожалуй, без такого внимания руководство вуза и региона участие в высшей лиге было бы затруднительным. Я вспоминаю, когда мы в свое время играли в КВН, ну, конечно, сравнивать невозможно. Да, вуз поддерживал, но не так, как сейчас. Каждый университет поддерживает свою команду, в данном случае из КФУ. Но в целом лигу и в целом все команды поддерживают, конечно, и правительство края, и в первую очередь губернатора. Владимир Владимирович и на играх бывает, и кубок учредил. Поэтому здесь, конечно... А самое главное, представьте, участие команды из Ставрополя в высшей лиге КВН. Да без такой поддержки это вообще вряд ли было бы возможно. Поэтому здесь, конечно, огромное спасибо главе региона. Ну, а главная поддержка КВНщиков и их болельщики, которые ездят за командой на все игры. Не стало исключением и это. Более 50 человек отправились в Москву, чтобы поболеть за своих друзей. Ну, а победный эфир с участием команды КВН Михаил Дудиков на Первом канале смотрите в воскресенье в 22.30. Сергей Надеин, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.